Павел Николаевич, сегодня состоялось очередное заседание Совета депутатов. Которое мы уже смотрели в неочередные вопросы. Да, мы уже привыкли, что они всегда в неочередные. Но здесь-то хоть без сюрпризов или все-таки удивлять не перестают ваши коллеги? Нет, там было всего четыре вопроса. Причем они такие смешные. Дело в том, что глава, которого надо было уволить, Спаский, он написал заявление и перешел на другую работу. То есть он год проработал. И первый вопрос о снятии полномочий главы. Ну там я сказал, что, конечно, абсолютно правильно надо было бы давно уже написать заявление. Но он только сейчас это сделал. А на вопрос, что же будет с отчетом администрации, которая должна быть в марте. Потому что в любом случае глава год проработал, он должен дать отчет. Ну и вообще и положено это все сделать. Представители Единой России как-то отключали уклончиво. Они не могли объяснить, кто же отчитается за этот год. Сказали, что они там посмотрят законодательство. Ну в общем, смешная история. Ну а дальше очень интересно. Там утверждение положения о конкурсе. Конкурсная комиссия. Наши делегаты в конкурсную комиссию от района. На вопрос, а почему в конкурсной комиссии одни единороссы? Сказал, что они уважаемые люди кто-то. Он говорит, это один из единороссов. Я вспомнил, была такая старая интермедиа Райкина. О том, что ты меня уважаешь и я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые люди. Они друг друга уважают. И поэтому друг друга посылают в различные комиссии. Потому что конкурсная комиссия в том числе должна оценить вообще кандидатуру главы. Понятно, что если губернатор сказал, что вот это будет у вас глава, теперь он будет. Потому что единороссы проголосуют однозначно, они не будут спрашивать вообще, какое образование у главы, что он сделал. Ну и новый кандидат в главы будет точно такой же, как предыдущий. А смысл этой конкурсной комиссии в том числе ограничить конкуренцию, если они вдруг никого не пустят? Или как работали предыдущие конкурсные комиссии. И все эти предыдущие конкурсные комиссии, созданные единороссов, они работают в одном ключе. Лишних вопросов не задавать. Именно ту кандидатуру, которую губернатор предложил, проголосовать. Ну и потом благополучно получить то, что мы получили. Я не думаю, что в нынешней ситуации конкурс какой-то будет иметь хоть какую-то интригу. Ну и у нас это принято. Поэтому уже понятно, что будет происходить. Чтобы вы понимали, фракция КПРФ написала нынешнему исполняющему обязанности главы о том, что мы хотим встретиться. Сейчас объясню все с чем. Потому что месяца три назад господину Спасскому фракция написала тоже, что мы хотим встретиться. Этот Спасский сначала сказал, слушайте, я готов встречаться, но сначала задайте мне вопросы письменно. Потом, когда ему все-таки дали вопросы письменно, он к ним готовился полтора месяца. А потом написал письменные ответы и не сказал, когда будет встреча. Ну потому что вопросов, которые вообще состоят не перед фракцией КПРФ, а перед всем населением, огромное количество. У нас же впереди принятие генерального плана, который существенно ухудшит жизнь населения, если принять его в том виде, в котором он, скажем так, внесен губернатором. Ну, правительством московской области. Ясно, что главы сейчас практически нет никаких полномочий, кроме одного. Выполнять распоряжение губернатора. Но все равно бюджет-то мы принимаем, и можно потратить бюджет, вот как это последний, так сказать, дембельский аккорд Спасского на 300 миллионов, какой-то никому непонятный сквер сделать. А можно 300 миллионов потратить, например, на школу в Горках. Ну, предварительно его взяв в собственность. Тем более, что мы знаем, как из федеральной собственности к нам попадают объекты, которые вообще не нужны району. И мы тратим огромные деньги на их проектирование, а потом, видно, и на ремонт будем. А вот школа, которая сейчас стоит уже третий год, и ничего там не делает никто. То есть, фракция КПРВ говорила, давайте напишем письмо от имени района, возьмем их муниципальную собственность, отремонтируем. Деньги тем более есть. А сквер сделаем красиво за 10 миллионов, и там будет действительно все очень хорошо. Ну, мы в меньшинстве, а единороссы, мы знаем, как они улучшают жизнь населения, как в Федеральной Государственной Думе, как в областной, как вот у нас. И, кстати, вот мы сейчас пишем, пишем письмо губернатору, написали письмо по поводу того, что это как случилось, что уменьшилось финансирование детского сада. То есть, все говорят, что нужно увеличивать финансирование детских дошкольных учреждений, школ. А в нашем случае, конкретно в Ленинском районе, снизили финансирование. В общем, на 5 миллионов в год, это даже небольшая сумма, это 10% от того, что мы получали для работы, нормальной работы или там зарплаты воспитателям. Это 5 миллионов на детский сад в сапфоне? Только на один детский сад, да, на замок детства. И они это объясняют методикой, которую приняла большинство Единой России в областной думе, и губернатор ее подписал, эту методику. Там прям четко написано, не менее 90% от уровня заработной платы должно быть. Ну, почему должна падать заработная плата у кого-то? Она должна подниматься у всех до этого уровня. Ну, они мотивируют тем, что теперь нет сельских, ну, как убрали сельские надбавки, ну, сделали городской округ, и долго говорили, что никто не пострадает. Ну, вот прям видно, что в результате их вот этих действий пострадали, прежде всего, работники дошкольного образования. Финансирование уменьшило. Люди остались на месте, сады остались на месте, поменялось название, и денег стало меньше. Еще, знаешь, что финансирование уменьшили. С 12-го года было установлено, что на игрушки, на ребенка нужно потратить на каждого в год 1685 рублей. Сейчас по новой методике нужно потратить 835. То есть в два раза меньше они решили на игрушки заставлять. Это такая нехорошая история. Это история того, что говорят они одно, что нужно увеличивать ассигнование на образование, а делают совершенно другое. Ну, методику, поменяли методику. Мы будем добиваться, скажем так, того, чтобы они вернули хотя бы то финансирование, которое было в прошлом году. Хотя никто инфляцию не отменял, мы знаем, насколько подорожали продукты, насколько подорожали, ну, надо даже зарплату тоже работникам детских садов принимать. А как это сделать, Павел Николаевич, только, вот если в меньшинстве вы там депутаты, только письмами и с поддержкой прокуратуры, как общественности? Ну, вот на протяжении уже года, сколько мы работаем, мы написали очень большое количество запросов в прокуратуру. Ни на один пока еще ответа нет. Ну, это как раз тот самый левиафан, о котором все привыкли рассказывать. Это когда все властные структуры защищают друг друга. Кстати, я об этом говорил в Госдуме. Вы понимаете, что происходит? Например, никогда такого не было, чтобы в школах висели портреты не только президента, но и губернатора, и главы. И вот это последнее действие, которое, ну да, губернатор может попасть под следствие. И выяснится, что он взяточник. Ну, потому что 500 миллионов наличными у губернатора дома, это о чем-то говорит. А его портрет висит во всех школах. И у нас портреты Кошмана висели, потом вдруг выяснилось, что он имеет имущество за границей, его по-тихому убрали, а потом куча-куча шлейфов. Потом, значит, они поменяли на портрет Хромова, которого тоже по известным мотивам убрали. Потом на портрет Венцеля, которого убрали, теперь на портрет Спаскова, которого убрали, теперь опять будет портрет. Из Можайска соберут себе портреты, привезут сюда, развесят. А может, не нужно? Может, надо убрать вот эту всю пропаганду Единой России и школы? И просто, ну, хорошо, пойдите повесить чей-то портрет, но повесьте президента. Он уж точно у нас защищен законом, никогда по нему уголовных дел не будет. Ну и пускай висит портрет президента. Ну и символика, естественно, герб, флаг, ну и конституция. Я думаю, что это будет правильно.